Фактически состоял в очень плотной связке с этой группировкой, передавал им служебную информацию. Признали виновным заочно. Петушинский суд вынес приговор сбежавшему экс-полицейскому, который крышевал игорный бизнес. Это место общего пользования, да? У вас здесь шкафы есть, деревянные различные мебель, все это, к сожалению, тоже может сгореться. Призывают к благоразумию. В эти дни во Владимире проходят противопожарные рейды в многоквартирных домах. И вот здесь огонь показан в виде такого страшного дракона, всепоглощающего дракона, который пожирает буквально молодые березки. Взгляд через столетие. В музее природы сегодня открылась выставка советских плакатов на экологическую тему. Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале «Вариант» в студии Анна Морозова. Сотрудники конной полиции арестовали парочку, которая планировала сбыть во Владимире крупную партию наркотиков бесконтактным способом. 23-летнего молодого человека с 24-летней подругой задержали на территории одного из садовых товариществ. У задержанных при себе было несколько пакетиков с порошкообразным веществом. Наркозбытчики – жители Московской области. По их месту жительства оперативники изъяли более 500 граммов запрещенных веществом – фитамин, мифедрон, гашиш. В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона. Подозреваемые находятся под арестом. Петушинский районный суд вынес приговор сбежавшему экс-полицейскому. Бывший оперуполномоченный полиции признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Он был задержан в июле 2017 года. Бывший полицейский во время следствия суда находился под домашним арестом. Но на этапе последнего слова бывший оперативник сбежал. Согласно материалам дела, бывший оперуполномоченный за взятки прикрывал нелегальный горный бизнес в Петушинском районе. Его организовали двое жителей Москвы. Факты незаконного предпринимательства то и дело фиксировались правоохранителями, клубы закрывали, игровые автоматы уничтожали. Однако москвичи продолжали нелегальный бизнес. И в 2014 году в свою деятельность они решили вовлечь в человека из силового ведомства. Злоумышленники договорились с оперуполномоченным у МВД по Петушинскому району о том, что он за хорошее вознаграждение будет передавать им информацию о предстоящих проверках. Сотрудничество правоохранителя с горе-бизнесменами продолжалось почти три года. Фактически состоял в очень плотной связке с этой группировкой. Передавал им служебную информацию и очень тоже хитро получал доход в виде взяток. На чужие имена открыли организаторы бизнеса две пластиковые карты и туда перечисляли деньги. С лета 2014 по весну 2017 года капитан полиции, по оценкам следствия, получил 5 млн 623 700 рублей. Работу сети и горных заведений в Петушинском районе пресекли в июле 2017 года. В общей сложности было возбуждено три уголовных дела по факту организации нелегального бизнеса, а также задачу и получение взятки. Первым на скамье подсудимых оказался бывший оперуполномоченный. Он давал признательные показания и активно участвовал в судебных заседаниях. Однако в сентябре 2018 года бывший правоохранитель сбежал. По этому суду пришлось выносить заочное решение. За получение взяток в особо крупном размере экс-оперуполномоченный приговорен к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также осужденный обязан будет выплатить штраф в размере двукратной суммы взятки. Сейчас же бывший сотрудник полиции находится в розыске. Возгорание в поликлинике. Сегодня утром сотрудники МЧС ликвидировали огонь в здании Ленинской районной поликлиники. Пожар произошел в физиокабинете. Из медицинского учреждения было эвакуировано 33 человека, 5 сотрудников и 28 находившихся на лечении человек. В происшествии никто не пострадал. Общая площадь, затронутая огнем, 1 квадратный метр. На месте происшествия работали 13 сотрудников МЧС и 4 единицы техники от Министерства чрезвычайных ситуаций. Сотрудники отделения профилактики пожаров в эти дни проводят рейды по многоквартирным домам. Особое внимание мало семейкам и общежитиям, где, по информации администрации, проживает асоциальный контингент. Усиление профилактики обусловлено трагическим случаем. В этом году во Владимире на улице Юбилейной в многоквартирном доме на пожаре погиб мужчина. По предварительной информации, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. При этом избежание подобных трагедий сотрудники МЧС совместно с представителями администрации сегодня еще раз напомнили владимирцам, насколько важно проявлять бдительность и выполнять элементарные правила безопасности. Дом номер 139В на Лакино находится на особым контроле сотрудников отдела профилактики. Слишком часто по этому адресу вынуждены выезжать спасатели. То и дело здесь происходит возгорание, благо пока обходилось без жертв. Тем не менее, во всех случаях причина одна – неосторожное обращение с огнем. Вот и сегодня на первом же этаже сотрудники увидели курящего в подъезде. Александр Михайлович курит здесь постоянно. На улицу ему выходить холодно, а в квартире балкона нет. Ну я понимаю, но это место общего пользования, да? У вас здесь и шкафы есть, деревянные различные мебели. Все это, к сожалению, тоже может сгореться. Если вдруг вы те же там бычки поставите. Мы их выбрасываем, я тушу ее. Потом выбрасываю я иду. Тем не менее, курение в подъезде – это административное нарушение. Если бы это зафиксировал участковый, то Александру Михайловичу выписали бы штраф. Впрочем, ответственным отношением к своему дому не отличаются и соседи-мужчины. В квартире беда с проводкой. Специалисты говорят, замыкание может произойти в любую минуту. Но жильцы пожимают плечами, рискуют жизнью из-за отсутствия средств. Нанимать у меня пока денег нет. В общем, смотрите. Я сейчас сокращена. Послушайте меня. Здесь работы не нашла. Значит, мы вот вам даем неделю сроку. Придем через неделю. Мы с сотрудниками администрации и с пожарной охраной. А где найдут через неделю? Я только устрою. Значит, надо найти, потому что дело серьезное. А где я найду-то? Нигде я не найду. Жильцы соседних квартир сегодня представителям администрации и пушнадзора высказали свои опасения. С такими соседями жить невыносимо. Люди находятся в постоянном страхе потерять свое имущество и погибнуть по вине безалаберных жильцов. С ними бесполезно разговаривать, понимаете? Не идут на контакт? Нет, но я считаю, что жильцы на пороховой бочке. Я ничего не спорю. Сколько раз у них был этот пожар? Я говорю, нереально, что когда-нибудь они нас вообще зарвут. Представители администрации поспешили успокоить людей. Информацию об опасном состоянии проводки будет сегодня же передана в их управляющую компанию. Учитывая сложное материальное положение, людей и коммунальщиков попросят изыскать средства на замену проводки в квартире. А еще управляющей компании в ближайшее время предстоит провести в этом подъезде генеральную уборку. В подъездах имеются загроможденные пути эвакуации. Это расставленная какая-то мебель, ящики для хранения различных предметов. К сожалению, закрыты двери в аварийные выходы. Мы будем готовить информационное письмо, которое идет в управляющую компанию. Потому что места общего пользования, это коридоры, лестничные марши, это все, так скажем, относятся к управляющей компании. Жители еще раз сегодня предупредили. Важно не только соблюдать правила пожарной безопасности, но и следить за тем, как их соблюдают соседи. Если вам известно об опасном состоянии проводки в квартирах вашего дома, необходимо передать информацию либо в свою управляющую компанию, либо обратиться к сотрудникам МЧС. В тревожном ведомстве для таких сообщений работает телефон доверия. Крупнейшие застройщики региона сегодня обсудили дальнейшее развитие отрасли в новых правовых реалиях. В профессиональной дискуссии приняли участие председатель законодательного собрания Владимир Киселев и глава администрации Владимира Андрей Шохин. Напомню, с 1 июля вступили в силу поправки в закон об участии в длевом строительстве. Их цель – максимально обезопасить жителей, вкладывающих средства в свои будущие квартиры. При этом требования к застройщикам серьезно ужесточатся. Для всех застройщиков вводится обязательное банковское сопровождение сделок. Это означает, что деньги должны перечисляться на открытый застройщикам банковский счет по каждому разрешению на строительство в Уполномоченном банке. Сейчас еще действует прежняя схема, но 30 июня срок переходного периода истекает. В целом, строители региона положительно отнеслись к новациям, признав, что меры по дополнительной защите дольщиков действительно обоснованы. На сегодняшний день во Владимирской области значится порядка 120 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков. К слову, это самый низкий показатель по стране, причем проблемы создали исключительно сторонние неместные фирмы. Спикер ЗАГС Собрания отметил, что строительная отрасль сейчас действительно нуждается в поддержке. Ведь возросшая стоимость материалов и изменение условий финансирования на первом этапе могут вызвать сокращение объемов вводимого жилья. Непростая ситуация сложилась в жилищном строительстве. С одной стороны, растет себестоимость строительства, стройматериалов. С другой стороны, вводится новая система оплаты дольщиками своего жилья, то есть через специальных скроу-счета. Все это, к сожалению, может на первом этапе не ускорить, а затормозить жилищное строительство. Поэтому сегодня были предложены ряд конкретных мер для того, чтобы, может быть, увеличить переходный период на новую систему оплаты жилищного строительства. Поэтому мы договорились и с представителями строительных компаний, и с представителями торгового пола, и с промышленной палатой, что мы обратимся к руководству страны, обратимся к руководству Минстроя, может быть, Минфина, с конкретными предложениями по решению данных вопросов. И коротко о других заметных новостях. Недоволен работой Андрей Шохин раскритиковал глав районных администрации и управления ЖКХ за качество уборки города. По прогнозам синоптиков, во Владимире после кратковременного потепления ожидаются похолодания и снегопады. Учитывая перепады температур, еще на прошлой неделе коммунальным службам и управляющим организациям было дано указание оперативнее убирать кровли зданий от снежных шапок и сосулек. Однако далеко не везде работы проведены качественно. Особые нарекания к уборке дворовых территорий, за которую, напомню, несут ответственность управляющие компании и товарищества. Проштрафившихся будут наказывать рублем. Административные наказания, согласно закону, варьируются от 5 тысяч до 50. Повторное нарушение влечет повышение штрафных санкций от 50 до 200 тысяч рублей. Отмечу, что по итогам января комиссии было оформлено 28 протоколов об административном правонарушении на сумму 800 тысяч рублей. Большинство составлено в отношении сетевых магазинов, управляющих организаций и ТСЖ за несвоевременное удаление наледей и сосулек и негодную уборку придомовых территорий. К слову, в областном центре по-прежнему функционируют телефоны горячих линий, на которые можно обратиться с жалобами по поводу некачественной уборки. В регионе резко увеличилось количество заболевших. По области эпидпорог превышен более чем на 31%. Во Владимире ситуация сложнее. В областном центре эпидпорог превышен на 42%. Специалисты следят за ситуацией и проводят мониторинг циркуляции респираторных вирусов. По результатам исследований клинического материала вирус гриппа АН3Н2 определен у шести человек. Грипп АН1Н1 определен у шестерых человек. Также выделяются вирусы парагриппа и аденовирусная инфекция. В целях профилактики распространения случаев заболеваний ОРВИ среди школьников в образовательных учреждениях объявляют карантин. На прошедшей неделе ограничения были введены для 1 класса в школе номер 2, 1 класса в школе номер 25, 2 класса в 38 школе и 8 классов в 39. Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в трех административных округах. Во Владимире, в Юре, в Польском районе и в Кольчугинском. Деньги на лекарства для льготников есть. В этом году на льготное лекарственное обеспечение регион направит почти 904 миллиона рублей. Более 643 миллионов выделены из областной казны и 260 миллионов – это средства федерального бюджета. Для решения вопросов по льготному лекарственному обеспечению у Владимирской области организована работа круглосуточной оперативной службы. Открыты горячие линии по вопросам лекарственного обеспечения по телефону. Код города 4922 451504 и горячая линия по обеспечению обезболивающими, наркотическими, психотропными и другими сильнодействующими лекарственными препаратами по телефону. Искусство, которое должно победить войну в школе номер 49 города Владимира, сегодня открылась выставка, посвященная одному из самых известных пацифистских документов – Пакту Рериха. В 35-м году прошлого века 21 государство по инициативе художника Николая Рериха подписало соглашение о том, что даже во время боевых действий они будут заботиться о сохранности архитектуры, скульптуры и живописи. Посвященная этому документу выставка включает в себя более 150 экспонатов, фотографий и архивных документов, отобранных Международным центром Рерихов. На открытие побывала Светлана Барашкова. Архивные письма и документы, репродукции картин Рериха и фотографии шедевров архитектуры, уничтоженных войной. Эта выставка состоит из шести разделов, все они объединены общей мыслью, искусство нуждается в защите. Пакт Рериха, подписанный накануне Второй мировой войны, призывал страны в ходе боевых действий не прикасаться к произведениям искусства, ведь именно культура должна являться символом мира и свободы. Создатели этой экспозиции уверены, что одними из первых с этими экспонатами должны познакомиться школьники. Николай Константинович призывал молодых учиться понимать культуру и различать культуру и цивилизацию. Культура ведь это такой пласт духовного и нравственного начала, который должен подвигать человека к совершенству. Владимир встречает выставку Пакт Рериха уже во второй раз. Несколько лет назад просветительский проект гостил в областном центре пропаганды изобразительного искусства. Ведь наряду с шедеврами архитектуры и строительства из-за боевых действий уничтожались и произведения живописи. Отличительный элемент на экспонатах выставки – символ, состоящий из трех красных кругов, заключенных еще в одну окружность. Очень часто применяется вот этот символ, так называемый знамя мира, который, собственно говоря, связан с Рерихом. Его трактуют по-разному. Чаще всего, что это единство прошлого, настоящего и будущего в круге вечности или единство науки, религии и искусства в круге культуры. Репродукции живописных работ подобраны не случайно. В каждой из них, говорят организаторы, нашло свое отражение одно из предсказаний Рериха. Экспозиция не просто будет располагаться на стенах 49-й школы. Для школьников она станет частью образовательного процесса. Они обязательно посмотрят каждый, на каждом классном части фильм. То есть, эта тема не просто так пройдет мимо них, это не просто какие-то вот красивые точки на наших стенах, да. Я надеюсь, что это станет очень полезным. Мы обязательно покажем родителям на рельских собраниях. Мы обязательно проведем экскурсии для них. Руководство образовательного учреждения приглашает и другие школы города посетить выставку «Пакт Рериха. История и современность». Экологическая пропаганда через метафору на бумаге. Уникальную коллекцию советских плакатов сегодня представил зрителю Владимир Суздальский музей-заповедник. Музей природы впервые с 2000-х годов открылась выставкой из 29 экологических плакатов, выпущенной в прошлом веке. Всего в фондах музея сегодня хранятся более 6000 плакатов. Для экспозиции были выбраны самые красочные и злободневные. И вот здесь огонь показан в виде такого страшного дракона, всепоглощающего дракона, который пожирает буквально молодые березки. Берегите лес от пожара, не загрязняйте водоемы, оберегайте редкие растения. Призывы сохранять природу плакатисты передавали через образы порой даже фантастические и пугающие. Экологическая пропаганда в Советском Союзе, говорят авторы выставки, была неотъемлемой частью жизни общества. Рассвет творчества плакатистов пришелся на 70-е годы и позже. Работы в фонды музея-заповедника попадали через руки сотрудников. Среди множества экспонатов есть уникальный образец. Вот этот плакат, который был создан в 1932 году, на полвека раньше остальных. Напечатан этот плакат в типографии имени Владарского в городе Ленинграде. А плакаты 70-х, 80-х годов печатали огромными тиражами. Это 65 тысяч, 100 тысяч единиц. Плакат 1932 года выпущен тиражом 5 тысяч. И в наши дни он является очень редким. Цель пропагандистской выставки – напомнить ребятам о самых актуальных проблемах человечества и подтолкнуть к их решению. Первыми выставку увидели студенты Академии народного хозяйства. Ребята признали – они на проблему сохранения природы. Теперь посмотрят по-новому. Участвовать в разных акциях, мероприятиях. Даже у нас в УЗИ проводятся различные субботники по уборке и так далее. Почему бы нет? Или, например, сажать деревья – это тоже очень нужно и правильно. Мне очень сильно запал в душу плакат, где изображен дракон. То есть он как символ горящего леса, который уничтожает все живое. Естественно, в душу очень сильно запало все увиденное здесь. Это заставляет задуматься о том, насколько сильно мы уничтожаем нашу природу. Название выставки «Войди в природу другом» – это также цитата одного из экологических плакатов. Выставка будет работать в Музее природы до 15 апреля. Юные владимирские шахматистки завоевали золото и бронзу на международном турнире в Москве. 33-й регион представили две спортсменки – Диана Преображенская и Варвара Пономарева. Юные шахматистки участвовали в Кубке РГСУ среди чемпионов школ мемориала Журавского, проводившегося в рамках фестиваля. Диана Преображенская выступала в группе девочек до 9 лет и стала абсолютной победительницей соревнований, выиграв все партии, набрав максимальное количество очков – 9. Ее ближайшие соперницы из Пермского края и Нижегородской области отстали на 2 очка. Варвара Пономарева заняла третье место в группе среди девочек до 11 лет. Среди детей и подростков не старше 15 лет в турнире участвовали 800 шахматистов из 8 стран мира и 50 регионов России. Всего на фестиваль приехали более 2000 человек из 74 регионов России и более чем из 30 стран мира. Владимирские полицейские взяли золотую медаль. Сотрудники УМВД России по Владимирской области заняли первое место в командном зачете на Всероссийском ведомственном чемпионате по самозащите без оружия и боевому самбо. Конкуренция на соревнованиях была колоссальной. В Санкт-Петербург на чемпионат приехали команды из 61 региона страны. В общей сложности в них приняли участие более 800 полицейских. И владимирцы смогли одержать победу среди команд второй группы сразу по двум направлениям. По самозащите без оружия и по боевому самбо. Мы в этом году обошли команду Рязанской области, что по боевому самбо, что по спортивному самбо. Мы прошлый год им уступили, буквально там провели 20 очков. В этом году обошли уверенно. Показали хорошие результаты владимирские полицейские и в личном зачете в числе победителей сотрудник ОМВД России по Суздальскому району Алексей Агарышев. В весовой категории до 74 килограммов он занял третье место. Приехал я, конечно, в такие моменты, что у меня был даже лишний вес. То есть мне приходилось прямо там гонять в районе 3-4 килограмм. Вот, конечно, согнал я, ну, слава богу, восстановился. Много друзей были те, которые я мог и уступить им, кому я мог выиграть. Ну, конечно, у меня все, то, что я задумал, у меня это получилось. К слову, владимирские полицейские уже начали подготовку к следующим соревнованиям. В марте сотрудники будут представлять наш регион на чемпионате в Рязани. И к этому часу это вся информация, подготовленная редакцией. Если вам есть о чем рассказать жителям гордой области, звоните по телефону 44 40 47. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до свидания.